Пытаюсь, с Божьей помощью. Вот, Володя получил отпуск на две недели. Вот, Сергей Егорович Игнатов тут еще барничает. То есть хозяйничает, беремит посудой. Тесто у него, каструли. Володя все рассказал, рецепт? Да, рассказал. Ну и уже хоть одну испекли лепешку-то, нет еще? Вот первые идут. Но она их печет здесь или в печке, в Большой Русской? Здесь? Здесь, это на Голландке. А в печке будет хлеб? Да, нам не надо хлеб, мы лепешками проживем. Не беритесь, это сложнее. Вот, Дровишки, пожалуйста. Задвижки, вот она, летним сплошняком. Когда откроешь, прямо напрополую дым идет. Вот, это Русская закрыта, чтобы не подхватывало воздух. А зачем сейчас? Вот, и это закрыто, это на зимнюю. Полностью закрыт. Открыто должна быть. Открыто, когда зимняя. А эта закрыта, тогда она пошла вокруг. Две вместе открыты, они не нужны. А когда Русская топится, вообще все закрыть надо. Чтобы не поддувало ниоткуда. А что на кресле там за сумки стоят? На кресле сумки стоят какие? А кто-то положил их, я не знаю, кто-то. А кто? Только Надежда Васильевна больше кто. Чужие люди, там что-то... Приходила еще Людмила, матушка-батюшка. Может быть. Ну, а наши вроде как... А что-то там, какие-то что-то бумаги. Бумаги где? Да в сумках-то. А, я не знаю. Ну, ладно, ладно, ладно. О, все понятно. Теплицы открыты, дверцы. Вы открыли их? Да. Везде открыть надо. Я по полям ездил, снимал. На комбайне прокатился. Посмотрел, как сушится зерно. И там железная цепь порвалась. Сейчас батюшка помогал ее восстановить. Я все заснял. Отец Игнатий, а вот почему люди боятся своих одноплеменников? Ну, это образно говоря. Вот, допустим, староверцы боятся своих одноверцев. Ну, это так было. Из поколения в поколение. А где же страх Божий? Бегайте и таитесь. Карп остыщил бегать далеко и таиться. Да вы не знаешь, кто предатель. Так написано в Евангелии от Матфея, 10 глава, 17 стих. Остерегайтесь людей, ибо они будут предавать вас. За чего Господь предупредил? Может быть, они правы. О своих остерегаются, о которых нехорошо знают. Или знают о них плохое. Вот о них остерегаются, я так понимаю. Так они остерегаются и православных. А православные они коньяни, еретики, которые гнали, а из-за которых сжигались люди, только не попасть к ним. И своих остерегаются. Ну, вот такие есть они. Что за страх? Откуда? Здесь у нас потеряют кисторобрядцы, всего боятся. Боятся даже муж, живет с женой, и она не знает, какая у нее пенсия, он ее боится. А где же страх Божий? А они об этом не понимают. Страх. У них вся пропасть. Ты еретик, переходи к нам. Все. Ничего не знают. Господь сказал Иисусу на вину, будь твердый и мужественный. А если твердый и мужественный, место для страха быть не должно. Нет, нет. Там все покрыто именно страхом. Как бы ни узнали, поп пугает, от причастия отлучит. Если в хороших отношениях. У нас сходили на занятия, сейчас нигде нету. А Мария Магдалина, сколько в своей жизни раз причащалась? 40. Мария египетская? Да. Один раз за 47 лет. Ну, достойно. Да. Если бы не Зосима, там даже и говорить не надо. Господь так управил. Спасение не зависело от этого, как сейчас-то. А достойно Златоуз говорит, одобряем. А одни часто, другие редко. В России сразу пришло, что 4 раза в году никогда не было больше. Что чаще причащается, чаще исповедуется. Этого нигде не было. Вообще об этом нету. Ни слова ни в Библии, ни в святых отцов. Ежедневно причащается там священник, служащий ритургией. Так ему установили. Подкладывай больше, чтобы больше жару было. У вас что-то, я гляжу, не очень. Больше набиваю печку. Вы принесли дрова, они сухие, чтобы они в этом время лежали и подсохли там. Вы несколько бросьте сухих, а сверху вот это сырье. А у вас что там, все погасло. И будешь с двумя-тремя тарелками стоять. Так, а что там в этом тазике-то там? В каком? Вон там-то. А, там я суп разогревал на обед. Да я гляжу в тазике, вон далеко, там как рыба. Там? А зачем она? А там, а там... Да вы уже сожли 10 раз. Она пустая стоит. А? Она пустая. Пустая? Это противень. Ну давай, посмотрите, достаньте ее. Что у меня, глаза слепые, что ли? Достаньте. Выкиньте оттуда. И все, рыба пропала. Вы русскую печь топили? А какая рыба? Гальян какая, не акула же. Давайте. Ну, по-вашему, там ничего нету. Нету, там ничего. Доставай. Нет ничего. Доставай, доставай. Вы утверждаете, что ничего нет. Вы русскую печь топили? Нет. Не топили. Доставайте. Там пересохло на сто раз уже. Володя не вытащил, а вам не сказал. Вот оно и есть. Ну, ничего там нету или есть? Есть. У вас и зрение хорошее. Нет, вы никогда не утверждайте. Делайте поправку на зрение. Скажи, я не вижу. А то там ничего нету. Так, вы выложите на тарелочку на что-нибудь. В чашку, чтобы можно было брать и есть. Нету. Сейчас я оттуда отнесу. Давайте туда. Вот эти утверждения твердые. Вот здесь вот на 100% вы промахивались уже. И опять за то же самое. Вот и все. Я исходил из того, что я туда ничего не ложил. Не надо исходить. Вы сказали абсолютно неправду на 100%. Что тут я исходил? Вы какие-то пояснения даете, которые ничего не поправляют. Ложь осталась ложью. Подождите. Я с чашки беру. Они все. Вот я поменьше. Вы никогда не подставляйте в оправдательные слова. Это гнилые подпорки я называю. Рядом около печки. И вы видите, говорит, здесь зрение. Зрение у вас совершенно непудышное. Глубину печи не заглядывал. Да не важно это. Вы сказали, там ничего нет. Речь идет об одном. Я не говорю, заглядывал, не заглядывал. Вы сказали, ничего нет, а она полная. То есть что? Нож на 100%. Если бы там половина была, то наполовину совралось. А так на 100%. Отсыпай сюда все. Там у меня есть деревянная такая скабрилка. Видел. Вот, принесите ее. Вкусно. Вот так, бус свой. Там гальян. Ни хищено. Высохло, ничего нет. Чашка покатилась уже. Все, на полу будет. Видите, провокационно как. Поставили на край и движите тем. Вы ее сдвигаете. Вот теперь вы меня вспомните. О чем забочусь. Чтоб через край стола. Вот так вот чашка. Ни одна не стояла свешившись. Я считаю, это человек уже приготовил ее сбросить на пол. Это гальян присыпал, где. Ну, теперь собираю их кучу. Там ничего нет. Как же так? А что-то ложка сметанья лежит так. А! Это набирал ей простоквашу. Ну, надо было ее с нее скинуть и отдать мне. Кусочком протер ее. Сюда ее? Ну да, туда. Конечно, туда. Вот этот порох-то этот, кстати, можно взять в рот. Ну, все. Не надо, не надо. Мне не надо. Видимо, унести. Здесь не закрыть. А ну-ка. Вот это унести далеко, там поставить. На нижнюю полочку. Холодильник. Другой. Слабенький. Рад отставить. Вот это вот тоже покрыть надо было чем-то. Или туда унести в обед возьмем. Вы всегда помните. Бегают мыши и ходят кошки. Чтоб еще не пропало. Так, нормально. Так, теперь почему за открытой водой вот это? Чай или что? Буду закрывать. Да вот она лежит. Вот-вот. Я говорил, что все должно быть закрыто. С первого дня повторял. Я другую принесу. Вы закройте банку сначала. Закройте. Хорошо. Лишнее движение надо все. Идите к лепешкам. Ставьте. Сюда уже вам заходить не за чем. В другой холодильник, там где поменьше холод. На нижнюю самую, чтобы ей холод не нужен. Вот все. На обед подадите. Ну, посмотрите теперь, что. Гляньте в печку. Горит. Теперь сверху, которые горят, сырые, толкайте. Они одновременно сохнут и будут тоже давать жар. Вот эти вот. А вы так, положили на угли сырые, а она не горит. Их надо высушить. А когда там сильный жар, она быстро будет. Наталкай полную. Вот все. Все. Ну, теперь наблюдаю, как поменьше будет, опять толкай. Не давайте прогорать. А вы дали прогореть. А дни угли остались. Вот, теперь там видно, что подними огонь. Можно маленько уменьшить. Вот этим, вот этой задвижкой летней, а те закрыты. Почти довести до дыму. Сейчас я перейду. Иначе угли полетят. Ну, все, я пошел. Разобраться только надо будет, что там принесли. Так, я ушел. Я понял. Все, с Богом. А куда поставить ее? Не знаю, там поставьте водой, говорит, он заливал. Зачем водой? Вымывал их, я думаю, не надо. Там поставьте, опрокиньте, чтобы они не бегали. Вот где туда поставили, где такие же стоят. Там такие сапожки. Это не ее место. Куда поставить? А вот там плотные не стоят. Ну, и все. Это значит, если они такие стоят, надо, чтобы... Такие самые там. Мыши будут есть. Надо ее промыть тогда. Поставьте, водой залейте. Ясно. И промыть. Если ставить туда, только абсолютно чистую. Иначе там мыши. Понял. Там действительно туда... Так, вот эти вот картонки, ящики не уничтожать. Я их уберу. Их убрать. Все, я ушел домой.